Миллионы тонн металла используются ежегодно в народном хозяйстве. Посмотрите, как широко применяют металл на строительстве промышленных предприятий. Кораблей, плотин гидроэлектростанций, теплоцентралей, газопроводов. Из металла сделаны машины, которые работают на заводах, гидростанциях. На шахтах, на лесозаготовках, на полях. Всем видам современного транспорта также необходим металл. Металл помог нам победить фашизм. Металл необходим для создания современной военной техники, для обороны нашей страны. Без металла невозможен штурм космоса. Познакомимся с производством чугуна. Чтобы его получить, необходимо добыть сырье. Железную руду. Известняк. И каменный уголь. Каменный уголь превратить в кокс. В громадную печь, домну, в которой непрерывно идет процесс получения чугуна. Загружают руду, известняк и кокс. В течение суток в печи переплавляют 3-4 железнодорожных состава руды. 2-3 состава кокса и известняка. За выплавкой чугуна внимательно следят приборы. И люди. Ну вот настало время выпускать чугун. Сверлят отверстие. Ледку. Чугун пошел. Жидким чугуном заполняются ковши чугуновоза. Каждый такой ковш вмещает до 100 тонн металла. Современная домна выплавляет около миллиона тонн чугуна в год. Большая часть жидкого чугуна идет в сталиплавильные цехи. Оставшийся чугун разливают в мелкие слитки, чушки. На машиностроительных заводах чушки переплавляют. Чугун выливают в земляные формы. На конвейере отливки остывают. А здесь стряхиванием отделяют землю от готовых отливок. Это детали, отлитые из чугуна. Жидкий чугун обладает отличными литейными свойствами. Он заполняет любую сложную форму. Литейными свойствами чугуна люди пользуются давно и не только в технике. Вот различные виды художественного литья из чугуна. Однако не везде можно использовать чугун. Всем известно, что он хрупок и прочностью не может соперничать со сталью. Чугун хрупок, поэтому большая часть деталей машин и механизмов сделана из стали. Давайте посмотрим, как ее получают. Вернемся к жидкому чугуну, который в ковшах увезли от домны в стали плавильный цех. Быстро получить стали жидкого чугуна можно в специальных устройствах, грушообразных ковшах-конвертерах. В конвертер заливают чугун, подают сжатый воздух или кислород. При этом большая часть примесей, которую делали металл хрупким, сгорает. За несколько минут чугун превращается в жидкую сталь. Сталь разливают по формам и изложницам, и она застывает. Вот слитки стали. Есть и другой распространенный способ получения стали в мартеновских печах, где сталь получают из жидкого чугуна и железного лома. Металлолом, который вы, ребята, собираете, ваш вклад в общее большое дело. Прошло несколько часов, и сталь в мартене готова. В мартеновских печах получают сталь требуемого состава и качества. Сталь выливают в ковши, а из ковшей в изложницы. Долг путь от стального слитка до готовой детали. Проследим и этот путь. Сначала слиток подогревают. Затем подают его на самый большой прокатный стан – блюминг. Здесь волки стана обжимают слиток. Прокатывают его. Из блюминга выходит квадратная заготовка. Полученную из блюминга заготовку опять подогревают. И направляют к другому стану, он называется сортовым. Волки этого стана фигурные, и заготовка, последовательно проходя между ними, удлиняется и приобретает заданное сечение. На сортовых станах можно получить много видов проката с разным сечением. Вот образцы сортового проката. Круг и шестигранник. Эти заготовки обрабатывают на металлорежущих станках. Или штампуют. Из квадрата ковкой получают наиболее ответственные стальные детали. Вот как куют коленчатый вал автомобиля. Другие виды проката. Полоска. Уголок. Тавр. Двутавр. Швеллер. Рельс. Используется на строительстве мостов. Для мачт высоковольтных передач. Телевизионных башен. Нефтяных вышек. Стрел кранов. И на железных дорогах. Из многотонного слитка можно сделать и стальной лист. Это длительный процесс. На мощных станах-слябингах слиток превращается в заготовку для последующего проката на лист. Заготовка попадает на листопрокатный стан. Она проходит через ряд волков стана. И вот перед вами уже стальная лента. Ее режут на отдельные листы. Вот готовые, остывшие листы. Из таких листов делают, например, резервуары. Цистерны. Хранилище для нефти и газа. Чтобы получить стальные листы с хорошей поверхностью, заготовку прокатывают в холодном состоянии, без нагрева. Из таких листов штампуют сложные детали. С помощью прокатки производят и трубы. Нагретую заготовку направляют в балки трубного стана. Заготовка вращается в балках. Оправка формирует внутреннюю поверхность трубы. Труба прокатывается в стане за два-три прохода. И, наконец, охлаждается. Проволоку-катанку тоже получают прокаткой. Посмотрите, как постепенно уменьшается толщина заготовки. Готовая проволока-катанка идет на моталке. Мотки проволоки постепенно остывают. В этом фильме вы видели, ребята, как много труда вкладывает человек, чтобы получить металл, необходимый народному хозяйству. Продолжение следует... Продолжение следует...